Здравствуйте! Это выпуск новостей в студии Марины Симонова и вот о чем расскажем сегодня. Зелье в огонь! В Удмуртии уничтожили очередную партию наркотиков и призвали всех жителей к борьбе с отравой. Живая память! Поисковики разыскали родственников героического летчика из Удмуртии. Вместо деловых костюмов спортивные чиновники Удмуртии решили личным примером доказать. Спорт это модно. Зима не сдается! Синоптики предупредили о резком понижении температуры. Вновь попытка сесть пьяным за руль. В Удмуртии обернулась трагедией. В ДТП, которое произошло по вине нетрезвого водителя, погибла молодая женщина. Еще трое сейчас в больнице. Вот это кадры с места происшествия. На них видно, что шансы выжить у пассажира этого ваза были крайне малы. Она погибла на месте. В автомобиль на полном ходу врезалась Лада Ларгус. В воскресенье 13 марта в 20.45 на 14-м километре автодороги у Васюмси 38-летний водитель автомобиля Лада Ларгус, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и при выезде на встречную полосу совершил столкновение с автомобилем Ладо Приора. Виновник аварии задержан и находится под стражей. Его супруга, которая тоже была в числе пассажиров в больнице, совместное употребление алкоголя привело к тому, что дальнейшей судьбой их детей сейчас занимаются органы опеки. В печах ижевских заводов сожгли наркотики всего свыше килограмма. Столько ижевские полицейские изъяли у наркопреступников за два последних месяца. Эти наркотические вещества проходили по уголовным делам в качестве вещественных доказательств. Пустить их в топку правоохранители обязаны после того, как приговоры вступят в законную силу. В этом году только в одном ижевске выявлено уже более 200 наркопреступлений. К уголовной ответственности привлечено свыше 80 человек. Помочь в борьбе с наркопреступностью могут и жители Удмуртии. В республиканском МВД объявили о старте акции «Сообщи, где торгуют смертью». МВД по Удмуртской республике обращается к гражданам с просьбой сообщать правоохранительные органы об известных фактах незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Не оставайтесь равнодушными к этой беде. Помните, что один ваш звонок может спасти десятки жизней, в том числе жизни детей. Акция продлится до 25 марта. Телефоны, по которым можно сообщить о фактах незаконного оборота наркотиков, сейчас вы видите на своих экранах. Ижевская семья Логиновых сегодня получила известие, которого ждали более 70 лет. В 42-м без вести пропал их родственник. Установить его короткий, но героический фронтовой путь смогли поисковики. Все подробности знает Светлана Буланова. Бабушка-то, конечно, она как самолет летит. Она говорит, вот мой коренька где-то летал. Без вести пропал на фронте – это все, что знала бабушка о своем сыне Николая, рассказывает Надежда Бородина. Погибшего на войне дядю она никогда не видела. Его родители и младший брат Василий умерли давно. У самого Николая не было ни жены, ни детей. На фронт он ушел нецелованный. Делица Анастасия Федоровна – жена брата Василия. И родным уже давно не верилось, что Николай отыщется. Но в начале марта в новостях они услышали знакомое имя. Лично мы все услышали, что родился в деревне Чумойка. Мы совсем тогда уже… Потом сестренка мне звонит. Я, говорит, слышала, сама видела. Я говорю, мы тоже это видели. Все, это точно наш, точно наш дядя Коля. У нас вот сын у меня, ну племянники. Все вроде мечтали найти его, но никакой зацепки нет. Ни фотографий, нигде он служил. Из новостей моей Удмуртии родные Николая Логинова узнали. Его самолет в горах недалеко от Топсе. Отыскали краснодарские поисковики. Как это было сложно, они рассказали сами, по телефону. То есть на месте падения остается очень мало деталей. То есть прийти в лес и найти самолет – это просто невероятно. Мы сказали, что этот самолет в очень сложности 9 раз, 9 выходов. Еще раз опрашивали, что я уложила. Там очень трудная, пересеченная, очень заросшая местность. Балки, кустарник, колючки, азалия. Ну вот, на 9-й раз нашему члену отряда, руководителю сочинского груза, Александру Гартману, из него с удачей обнаружили остатки самолета. А еще они смогли найти старожила, который до сих пор помнит последний бой «Чайки», так называли легендарная И-153 с двумя немецкими мессерами. За тот бой Николаю Логинову присвоен орден Красного Знамени. Посмертно. Погиб лейтенант 10 октября 1942-го. За 10 дней до своего 25-летия. Он был настоящим героем, говорят поисковики. На фронт попал сразу после летного училища. Успел повоевать всего 5 месяцев. Заслужил две государственные награды. И в отряде долг практически не верили, что найдутся родственники. Мы вот честно так испугались, так увидели холост, ну вот опять. Потому что не первый раз уже вот летчики, почему-то именно холостые. Видим, мальчишки, летчики уходили молодые, обучались. Их потом сразу молодых отправляли на фронт. Рядом с самолетом поисковики нашли и останки самого Николая. Сейчас они находятся в Туапсе. Родные очень хотят захоронить его на родине. Чтобы спустя через 76 лет он вернулся туда, где его ждали всю жизнь. Если бы возможно съесть, мы бы сюда привезли и на могилку к маме бы положили. К его маме. На могилку мы ходим. И это уже бы чувствовалось, что он с нами. Светлана Буланова, Андрей Бусыгин. Телеканал «Моя от Муртия». Поиск близких еще одного героя Великой Отечественной войны ведут сегодня поисковики. Они разыскивают родные Григория Васильевича Кочеткова. Родился он в 1899 году в Московской области. До войны проживал в Удмуртии, в Можге. Откуда и был призван на фронт. Поисковики смогли установить и имя его матери. По записке останки бойца были найдены в Смоленской области, на территории Велишского района. Телефон отряда «Долг» на экране. Будущие врачи встали в строй. Полусу препятствий устроили студентам Ижевской медакадемии. Им пришлось рыть окопы, стрелять из оружия и спасать жизни раненых в бою. Зачем это будущим терапевтам и педиатрам? Расскажем. Наш девиз. Набраться вам терпения надо, ведь перед вами педиатр. Путь на поле. Что за название и какие девизы у команд разберешь едва ли. Свои речевки не кричали хором, но совсем не по-военному. Надеюсь, что жюри и снижать баллы за это не будет. Ведь в строю будущие педиатры, хирурги, терапевты им, как настоящим бойцам, предстоит пройти военную полосу препятствий. Это не зимние забавы. Здесь на время роют окопы. Рядом стрельба, лыжные гонки, сборка-разборка автоматов. Если сильной половине команд это знакомо со школьной скамьи, то участницам соревнований некоторые этапы дались нелегко. Технически, да, наверное, сложнее всего будет собрать, разобрать автомат. С этим лучше всего отправляются мальчишки. Но все же главный этап медицинский. Будущие доктора разворачивают полевой госпиталь, из поля боя вытаскивают раненых. Перевязочную разворачивают прямо на снегу, операционную в реанимобиле. Данные навыки, думаю, необходимы всем, в частности, особенно студентам медакадемии, так как сейчас нестабильное время, и оказание помощи при чрезвычайных ситуациях необходимо. Такие тренировки ежегодные. Программа учений организаторы каждый раз усложняет. Ведь бороться за жизнь пациентов будущим докторам, возможно, придется не только в стерильных операционных, но и в самых тяжелых условиях. Анастасия Редько, Александр Широбоков, телеканал «Моя Удмуртия». Сегодня на Силтинском тракте можно было увидеть совершенно необычное зрелище. Тяжелая техника, грейдеры, экскаваторы, снегоуборочные трактора собирали пирамиды, сбивали кегли, играли в баскетбол и даже танцевали вальс. Свидетелем необычных соревнований дорожной техники стала и наша съемочная группа. Казалось бы, такой тяжелой технике, как грейдерам и экскаваторам, нет надобности выполнять сверхточные движения. Но организаторы конкурса считают иначе. Если машинист такое может показать, он в работе уникален. На конкурсе «Лучшие из лучших» их заранее выбирали по опросу среди механизаторов в районах республики. Поэтому неудивительно, что с импровизированной игрой в баскетбол успешно справились почти все машинисты погрузчика. Для экскаваторщиков занятие посложнее. Им надо разобрать и снова собрать пирамиду из шести двухсотлитровых бочек. Затем маятником сбить кеглю, прокрутившись перед этим, три круга вокруг своей оси. Задание нашлось даже для неуклюжего автогрейдера. С места старта он, то есть у него начинается эта змейка задним ходом. То есть мы усложнили не передом, а задом он должен ехать. Затем он заезжает в импровизированный гараж. То есть он должен, стенки обозначены там условными фишками. То есть должен их не задеть и условную стенку не задеть сзади. Такие конкурсы профмастерства на отдельных предприятиях проводились и раньше. Этот особенный дорожной отрасли республики исполняется 90 лет. Поэтому Миндортранс решил предложить поучаствовать в соревнованиях всем дорожным предприятиям. Получилось 12 команд. Уровень соревнований, по мнению их организаторов, растет с каждым годом. А то, что есть польза, даже не обсуждается. Мы переговорили как с руководителями дорожных предприятий, как с самими участниками предприятий. Все очень довольны, все подтверждают однозначно, что они между собой все-таки решили давний спор, кто из них лучший специалист в своей отрасли. Ну и, естественно, это и сплачивает коллектив, и, конечно, повышает опыт и профессионализм участников. Время для соревнований профмастерства выбрано не случайно. Работы по зимнему содержанию дорог завершаются. Летние еще не начались. Скоро участникам предстоит делать насыпи или выравнивать трассы. Полученные ювелирные навыки обязательно пригодятся. Елена Галимулина, Руслан Нуре Ахметов, телеканал «Моя Удмуртия». 640 тысяч квадратных метров жилья столько планируется построить в Удмуртии в этом году. И такие объемы строительному комплексу региона по силам. Это строители продемонстрировали на примере одного из ижевских микрорайонов. Наши журналисты проехались со знакомительным туром по новостройкам. Молодая мама Ульяна Заева нацелена на двухкомнатную квартиру с отделкой. Предложение от застройщика в микрорайоне столичной семья намерена рассмотреть в первую очередь. «Впечатления хорошие. Самое главное, что здесь покупаются квартиры именно готовые. Потому что берете вы в ипотепу или за наличный расчет, все-таки вы здесь уже видите то, что вы покупаете. Конечно, для молодых семей это хороший вариант. И садик рядом новый, и персонал там хороший. А если, например, кому-то не надо, в любом случае здесь квартиры готовые. И в новостройке, я считаю, они подходят под господдержку по ипотеке». Микрорайон. Перспективные квартиры теплые. Звукоизоляция достойная. По словам Раисы Черницыной, шума с улицы не слышно. Пенсионерка переехала в новую квартиру микрорайона столичной два года назад. «Качественно. Я ничего не переделывала. Все мне нравится. Плинтуса хорошая, пол мне тоже нравится. Мы пенсионеры и очень хорошо. Двухкомнатная квартира, 46 квадратов у нас и отлично». Участники автобусного тура от главного управления номер 8 увидели своими глазами, как строятся объекты, на месте оценили качество будущих квартир и обсудили все возможные варианты напрямую застройщиком. «Сначала мы строили чистовой отделкой, то есть человек приезжает, приобретает квартиру и сразу заезжает в нее и живет. Потом начали высказывать пожелания, что мы бы хотели применить свои отделочные материалы, которые нам нравятся. Мы стали строить даже в одном доме часть квартиры без отделочных». В планах застройщика возведение в микрорайоне общеобразовательной средней школы и до конца 2020 года еще 20 многоквартирных домов. До 1 мая действует акция «Цена на ряд квартир снижена на 65 тысяч рублей». Елена Реверчук, Александр Шарабуков, телеканал «Моя Удмуртия». Строгий пиджак на спортивный костюм сменили министры и депутаты Удмуртии. Зимним фестивалем завершилась шестая спартакиада госслужащих республики. Команды министерств и ведомств состязались в лыжных гонках, плавании и даже керлинге. Кто победил, знает Роман Вагинов. Эта спартакиада уже шестая по счету и она стала хорошей традицией. Пример молодым госслужащим лично подает и Александр Соловьев. Что люблю, то люблю. Спорт я очень люблю. Утром стараюсь, каждое утро пройти 3 километра пешком до работы. Вечером мы вместе с председателем госсовета идем в спортзал и занимаемся там в течение часа полутора часов. Ну, по крайней мере, через день это точно получается. Пусть даже это будет 7 вечера, 8 вечера, но ходим. И будем ходить. На лыжню в этом году вышли 24 команды. И пусть до результатов наших именитых лыжников пока далеко, главное есть чувство борьбы, сплоченности и огромное желание прийти на финиш первым. Здорово, что политик организовал такую спартакиаду, потому что спорт – это жизнь, спорт – это здоровье. А этап, ну, наверное, с силу своих возможностей прошел, но старался. Команду, скажем так, не подвел. Атмосфера азарта и борьбы царила и на льду. Керлинг – дисциплина в спартакиаде абсолютно новая. Мало кто знает все правила и приемы, но для сплочения команды игра подходит идеально, считают участники. Это очень-очень интересная игра. Играем первый раз, сейчас судорожно узнавали правила, вот реально. Но нам все объяснили, не забили ни одного камня, но просто счастливы. Сейчас попытаемся второй раз. Сама спартакиада госслужащих стартовала еще в ноябре прошлого года. За эти полгода уже прошли соревнования по волейболу, боулингу, мини-футболу и многоборью ГТО. Хоть инспекция небольшая, у нас работает тысяча человек, наши сотрудники в полном составе приехали сюда на спортивные мероприятия и участвуют по всем направлениям. Я участвую в ДАРЦе. Мы на сегодняшний день победили уже аппарат Государственного совета. Состязались с Минфином, но на уровне Минфина нас постигла неудача. Результаты спартакиады станут известны уже скоро, но расслабляться рано. Главные старты еще впереди. Роман Вагинов, Илья Дериндяев, телеканал «Моя Удмуртия». Зима пока не собирается уходить из Удмуртии. С севера к нам вновь идет арктический воздух, который в ближайшие два дня приведет к сильному похолоданию в ночные часы. Об этом в телефонном интервью предупредил дежурный синоптик Удмуртского гидрометеоцентра. Давление растет, а сегодня ночью прояснение без существенных осадков и температура будет понижаться. Мы ожидаем ночью минус 16-21, завтра днем минус 2-7. С 16-го тоже холодная ночь без осадков, но по северу, возможно, небольшой снег. Ветер северо-западный 5-10 и температура минус 15-20. Для марта 20-ти градусные морозы в ночные часы весьма обычное явление. Такой погода будет до 17 марта. Но и после ночи будет подмораживать, правда, температура не опустится ниже 9 градусов. А в дневные часы будет по весеннему солнечно. А вот весна театральная в Удмуртии пришла точно в срок. Сегодня в Республике в 14-й раз стартовал фестиваль профессиональных театров. Оценивать постановки едут профессиональные критики из Москвы и Санкт-Петербурга. Приезжают критики из Санкт-Петербурга, из Москвы и объективно оценивают уровень, профессиональный уровень наших театров. Но я считаю, что это очень важно, потому что, ну, если коллектив варится в собственном соку и оценивает только зрители Удмуртской Республики, появляется некая однобокость. А тут профессиональные критики, которые имеют возможность сравнить наши театры с театрами других регионов. Фестиваль продлится до 21 марта. В течение этого времени выступят артисты из семи государственных и муниципальных театров. По итогам определяются победители в таких номинациях, как лучший режиссер и лучший артист. Накануне по всей стране и в нашей Республике прошли народные гуляния, посвященные празднованию Масленицы. Встречать весну с песнями, хороводами, угощаясь при этом традиционными блинами, в Удмуртии вышли десятки тысяч человек. Центром торжеств стало старинное село Перевозное. Репортаж Дмитрия Вороновнина. Такой солидный десант гостей в старинном селе Перевозное высаживается лишь раз в году на Масленицу. Накануне сюда приехали почти две тысячи человек со всех районов Удмуртии. Повеселиться, отдохнуть, почувствовать настроение друг друга. И, конечно же, попробовать главное угощение Масленицы. На Масленицу угощение номер один пышный, румяный, вкусный блин. Угощаемся блинами, заедаем пирогами. Прежде чем добраться до главной сцены торжеств, гостям праздника предстояло оценить торговые и ремесленные ряды, которые ломились от явств и украшений. Районные мастера постарались удивить и зазывали к себе, как и чем могли. Представительница шарканской делегации Татьяна Караваева. Эта и птичка с листулькой сама смастерила, старалась. Трудно играть на нем? На нет? Нет. Под музыку очень легко. Закончили. Душа легко встает. Встречаешь Масленицу, провожаешь. В зиму, встречаешь уже весну, чтобы все было хорошо у всех. А пока на сцене зажигали творческие коллективы, по соседству шел творческий кулинарный конкурс. Пекли на скорость блины, которые, кстати, тут же были реализованы на специальном аукционе. А собранные средства организаторы направили на счет общества инвалидов. Масленица гуляла до позднего вечера, и неравнодушных и скучных лиц здесь не было. Настроение, конечно, хорошее, бодрое. Это же начало весны, все мы ждем его с нетерпением. Селяне ждут, что придет весна, и можно будет приступать к весеннеболевым работам. Все с нетерпением этого дня ждали. И вот вы видите, что подготовились к этому празднику. Праздник перевозным завершился массовым гулянием и хороводами. Вкусных блинов и горячего чая хватило на всех. Дмитрий Вороновин, Юрий Зелененький, телеканал «Моя Удмуртия». И у меня на этом все. Далее новости спорта. До встречи.